Значит, «ин» — это на самом деле «не». Вариант — это есть такое слово «варьировать». Вариант в школе, да? Первый вариант, второй вариант. Не изменяй. Да, «ин»-вариант — то, что не меняется. Как не странно, огромная часть математики посвящена изучению «ин»-вариантов. То есть разнообразные величины вводятся, и если удается доказать, что какая-нибудь там величина не меняется при каких-нибудь преобразованиях, то это вот очень важно, обычно бывает, и дальше какая-нибудь большая наука на всем этом строится. Ну, разумеется, школьнику с интегралами, с всякими такими вот вещами, физически им варианты показывать трудно, но все равно во многих задачах, доступных даже школьникам, решение состоит именно в том, чтобы придумать некоторую величину, которая не будет меняться. А иногда еще говорят такое ухожение «пол-ин»-вариант. Имеется в виду следующее, что величина меняется, но в какую-нибудь одну сторону. Ну, например, представьте себе, что все преобразования, которые у вас есть, уменьшают количество денег, которые у вас есть. Понимаете, что тогда обязательно любая такая гулянка закончится? Правильно? Ну, если вы эти деньги не заработаете? Потратишь все деньги... Нет, что, если любой... Представьте себе, что вдруг выяснилось, что что бы вы ни делали, а количество денег уменьшается. Тогда история обязательно придет к грустному финишу, да? А насколько она уменьшается? Если она уменьшается... Ну, зависит от того, насколько быстро уменьшается, насколько быстро и придет. Так, 489-е. На столе лежат две монеты. Петя закрывает глаза, а Витя переворачивает монеты по одной, говоря при каждом переворачивании... Хоп! Он может переворачивать одну монету несколько раз, не забывая всякий раз сказать... Хоп! После этого Витя накрывает одну из монет рукой, Петя открывает глаза и отгадывает, как лежит невидимая монета. Гербом вверх или вниз. Как Петя это делает? Так, ну что? Ну, давай, Петя будешь. Выходи, Петя будешь. Вот, я готов выдать две монеты. Я готов выдать две монеты по это дело. Можно мне быть Витей? Нет, нельзя. Так, Витей? Давай, Витей будешь. Так, господа, все сейчас будет по всему. Извини. Кладем две монеты цифрами вверх. Кладем две монеты цифрами вверх. Так, я уже сам знаю. Кто у нас Петя? Он. Петя, отворачивайся. Отворачивайся. Так, крути только по-честному и двориков нельзя. Хоп. 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 Все? Кладко. Так, одну монету накрыл. Отгадал. Отгадал. Замечательно. Так, все. Деньги возвращаются в кассу кружка. А мы продолжаем нашу работу. То есть, господа, скажите мне, пожалуйста, как он догадался. Да, пожалуйста. Он посмотрел, что... Он посмотрел, что... Так, выходи сюда, пожалуйста. Он увидел, что вторая монета лежит. Дербом вверх. Неважно, как лежит, да. Дербом вверх. Значит, ее переворачивали. И узнал, четное или нечетное. Раз. Ее переворачивали. Он почитал, сколько раз переворачивали... Сколько раз... Сколько раз... Было всего хоп. И говорил хоп. Да. То есть, получается, другую монету переворачивали. То есть, вот этот хоп... Ну все, спасибо, все понятно. Извини, пожалуйста. Право? Да. А если бы он не знал, сколько всего монет, можно было бы вот так и говорить? Нет, дело в том, что начинается все с того, что ему показывают все монеты. Потому что, если он не знает начальное состояние, то понятно, что узнать ничего нельзя. Да? Тем более, если он не покажет монет, то он тогда не должен... Потому что не будет знать, как они вначале лежали, так или так. Да, вверх или... Ну, надо было... Так, в общем, все понятно, ребята. Вы понимаете, что если монет 22 или если монет 2011, от этого ничего не меняется, да? Просто легче запутаться, конечно, если монет будет очень много, но придется сначала предварительной записи там сфотографировать, я не знаю, или еще что-нибудь. Так, все. Все понятно. Следующая задача столь же очевидная. На столе... На столе стоят 7 стаканов дном вверх. Так, стаканы я буду рисковать, как в такие душки. Нормально, стаканы часто так ставят, чтобы вода стекала. На столе стоят 7 стаканов дном вверх. Разрешено взять любые 2 стакана и перевернуть. Потом взять любые 2 и опять перевернуть и так далее. Можно ли, действуя таким образом, поставить все стаканы дном вниз? Они могут быть нельзя, потому что мы можем делать всего 3 действия. Либо переворачивать 2 стакана дном вниз, либо переворачивать 2 стакана дном вверх. Они у нас образуются, можно их перевернуть. Да. Либо перевернуть 1 стакан дном вниз, и 1 стакан дном вверх. То есть, применяются операции либо к 2 стаканам, расположенным дном вверх, либо к 2 стаканам, расположенным дном вниз, либо к 2 разнорасположенным стаканам. Нет, все поняли. Дальше. Дальше. Количество перевернутых стаканов дном в них получается все время нечерпное. Все, все, все. Все, это уже решение. Действительно, если вот эту операцию делаешь, то по сути вообще ничего не меняется. Если так, то были 2 стакана дном вниз, стали 2 стакана дном вверх, поэтому количество будет меняться на четное число. И так будет меняться тоже на четное число. В любом случае количество меняется на четное число, а должно измениться на нечетное. Следующая задача намного интереснее. 490-й пункт Б. 30 пятаков лежат гербом вверх. Разрешено за один раз перевернуть любые 29 из них. Можно ли добиться, чтобы все пятаки легли гербом вниз? Да. Можно, потому что мы должны, чтобы они поменяли свое положение каждый пятак, нужно перевернуть его в нечетное число раз. Мы это можем сделать, перевернуть каждый пятак по 29 раз. Вначале переворачиваем все пятаки от 2 до 30, потом 1 и от 3 до 30 и так далее. Вначале мы не переворачиваем первым, потом 2 и так далее. Так, ребят, поскольку эта штука довольно важная, все, спасибо. Так, давайте, я хотел в том, чтобы бывают люди, которые, чтобы сказать, в это не верят. Давайте я это вам покажу на примере. Единственное, нет моих сил показывать вам это на 30. Давайте я покажу, когда у нас эти пятаков 6 штук, ладно? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально? Да. Значит, бокс на макербале. Ну, смотрите, пусть я сначала переворачиваю вот эти пять штук, потом я переворачиваю вот эти пять штук. Потом я переворачиваю вот эти пять штук. Вы, наверное, уже догадались. Да, 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 да. Потом я переворачиваю вот эти пять штук. Потом я переворачиваю вот эти пять штук. Спокойно. Потом я переворачиваю вот эти пять штук. Так, теперь вопрос. Все операции или не все? Еще одна. Нет, на самом деле все. Смотрите, да, 6 переворотов уже есть. А теперь вопрос. Сколько раз подвергается перевороту каждый из них в один? 5 раз. 5 раз, 5 раз, 5 раз. 5 раз. Точно 5? 5 или 10? Вот. Получается, ну дело в том, что все перевороты, можно же как описать, переворачиваем все кроме такого-то. Все кроме такого-то, все кроме такого-то. Понятно, что если у нас всего 6 или 3, четное количество, то всех кроме одного их будет нечетное количество. Хорошо. Следующая классическая задача. 491. Круг разбит на 6 секторов. Круг разбит на 6 секторов. В каждом секторе лежат шашки. За один ход разрешено передвинуть две шашки. Каждую на один сектор. Неважно, в одинаковых или противоположных направлениях. Можно ли за несколько ходов собрать все шашки в одном секторе? Значит, давайте я покажу, как эта игра происходит. Вот скажем, взяли эту шашку, сдвинули сюда, а эту на ее место. Что у нас тогда получится? Этой шашки больше здесь нет. Этой шашки переверзли сюда. Потом, взяли, например, эту шашку, сдвинули сюда и эту сюда. Можно ли собрать все шашки в одном месте? Да, нельзя, потому что, вот, к примеру, отметим один сектор. Начальная позиция, что в каждом секторе по одной шашке. Этой шашке ходит двое ходов, два отмеченного сектора. Этой один ход. Этой тоже. Этой два ход. Этой три. Складываем. Один плюс один плюс два плюс два плюс три получается нечетное число. Это теперь замечательно. Но шашки могут долго маневрировать перед тем, как пойти на штуку. Понимаете, вы думаете, что они вот прямо так пойдут? А может быть, будет большая подготовительная работа. Изучение каких-то документов, подбор каких-то вариантов, совещания. Понимаете? Как доказать... Нет, я прекрасно понимаю, что ничего нет, да? Я просто понимаю, что у вас нет доказательств. Нет, смотри, есть три операции. Да. Ибо мы две шашки отдаляем от подмеченного сектора. Да. Ну, отдаляем. То есть, получается, мы прибавляем к этому числу два. Гринец, класс, давайте будем. Значит, мы прибавляем к этому числу два. Да. Есть операция, когда мы две шашки приближаем, то есть мы прибавляем к этому числу два. Есть операция, когда одна шашка приближается, а другая отдаляется от сюда сюда. Ну, ладно, спасибо. Во сути, конечно, так можно решить. Во время других ничего. Да, 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 так можно решить, хотя, ребят, я могу сказать вам, что есть гораздо более симпатичное решение. Решение заключается в следующем. Можно взять и пронумеровать сектор, который слабо на шашке. Просто взять и написать следующее. Куда-то написать число 0. 1, 2, 3, 4, 5. У меня все поняли? А дальше следить за такой суммой. Вначале все шашки стоят по одному, по одной секторе, по одной шашечке. И, соответственно, нас интересует сумма 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, чему она равна? Ну, ничего. Я понимаю. 15. 15 она равна, совершенно верно. Сумма равна 15. А теперь смотрите, что происходит с этой суммой. Например, вот это и это шашки взяли и сдвинулись сюда. Так, ребят, каждая шашка называет свое число. То есть сумма всегда состоит из шести слоганий. Вот представьте себе, эта шашка из двойки стала тройкой, а эта из четвертой стала пятеркой. Значит, их номера увеличились на единицу. Это что означает? Что сумма увеличилась на двойку. Согласны? Или, если бы у нас вот эти две шашки на глаз сдвинулись, тогда номера бы уменьшились на единицу. Могло происходить движение навстречу, тогда одна увеличивает свой номер, другая меняет. Вы, конечно, можете мне сказать, что беда будет, когда пересечет вот эту линию. Я отвечу, да никакой беды не будет. Дело в том, что нас сейчас будет интересовать только четность. Важно, что при переходе из сектора в сектор меняется четность. Числа 0 и 1 имеют разную четность, и 0 и 5 тоже имеют разную четность. Поэтому именно четность рассматриваемой величины не будет меняться. Согласны? Сама величина может меняться за счет того, что когда переходишь из пятерки к нулю, казалось бы, должен был перейти к шести, а перешкул на самом деле к нулю. Ну и не важно. Важно, что четность меняется. Не меняется. Вначале сумма была нечетная. Если бы они все оказались в одном и том же секторе, то было бы шесть шашек в некотором секторе с каким-то там номером х. А число 6х, разумеется, четное. 6х обязательно делится на 2. Поняли? 6х обязательно делится на 2. Так, ну что, ребята? Я думаю, что последняя наша сегодняшняя задача 1491-я черная. На 44 деревьях, расположенных по окружности, сидели 44 веселых чижа. На 44 деревьях, расположенных по окружности, сидели 44 веселых чижа. На каждом дереве чижо. Время от времени два чижа одномоментно перелетают на соседние деревья в противоположных направлениях. Один по часовой стрелке, другой против. Докажите, что чижи никогда не соберутся на одном дереве. Ну и дальше идет функция задачи. А если чижи и деревьев N, то есть не 44, а неизвестное количество. Так вот, господа, я сразу вам скажу очевидную вещь. Что если у вас чижи 7 штук, то это можно и очень легко. Рассказываю как. Вот эти два слетаются, потом эти что делают? И после этого эти прыг, прыг, прыг. Согласны? А может быть здесь сделать по два, как вот мы делаем, чтобы по два? То есть, если нечетное количество чижих, то очень легко следить. Чижих деревьев помнят. Потому что вначале сидят по одному, а он чижих будет на дереве. Итак, если N нечетно, то все легко. Берем любого чижа, остальные разбиваются на симметрично расположенные пары и летят к нему. Все очевидно. А вот очень интересно, что делать, если число N четно. Правильно. Тогда этот способ, разумеется, не работает. Но вопрос, а почему не получится? Может быть, как-то по-другому придумать какие-то хитрые манипуляции, разработать теорию полета чижей. Чижи будут заходить с одной стороны, с другой. Как вы считаете? Жаль, что они через все окружных лет от него уходят. Нет, они летают только навстречу, да. То есть, если один чиж полетел по часовой стрелке, то другой одновременно должен бежать и лететь против часовой стрелки. Исаак Васильевич? Да. А может быть, так же по поводу, как вот, на сторона, красный, синий, а тут так же либо два. Да, я слушаю. Смотрите. Можно сделать так. Можно здесь. Возьмем. Возьмем, ну, четыре. Да, четыре чижа. Держимое на них число. Скажем, чтобы они не знали, что они все смотрятся вот в этой точке. Этот тиш можно сделать вот так, а вот этот можно сделать вот так. Нет, он может только на одну зубу полетелить. Они же не имеют права менять. Идея такая, что один чиж медленно-медленно летит, а в это время все другие подтягиваются. Нет, нет, не то. И положим, что сейчас чижей будет четыре. Положим. Этот чиж будет сюда. Да. Это сюда. Хочется все. Нет, нет, нет. Часовой оба. Наоборот. Следующий. Смотрите, здесь нужен тот самый вариант. Да. Пронумеровать, конечно. Деревья обязательно надо пронумеровать. Что дальше? Давайте считать. Один, два, три, четыре, пять. У меня не хватит терпения. Можно я напишу здесь так. Сорок два, сорок три, сорок четыре. Ладно? Сорок три, сорок три, да. Сорок четыре. И сегодня четвертый кружок, ребята, пожалейте. Спасибо, что я не главное, не путаюсь. А то, что сорок три, сорок три, это переживет. Так. Господа. Открывь внимание. Какое число мы рассматривали в предыдущей задаче? Помните? Какое? Часовое. Нечетное. Часовое. Нечетное, не так важно. Как же мы это считали? Складывали. Складывали что? Номера сенсоров. А здесь надо складывать что? Номера сенсоров. Номера сенсоров. Номера сенсоров. То есть надо рассматривать, какое величину. Один плюс два, плюс три, плюс четыре и так далее. Плюс сорок два, плюс сорок три, плюс сорок четыре. Посчитать это число очень легко. Это, разумеется, сорок пять умножить на двадцать два. Согласны? Да. Кстати, в общем случае, это будет вот такая сумма. Это будет сумма чисел от единицы до n. n умножить на n плюс один пополам. Я же не буду объяснять, почему. Надеюсь, что все это помнят. n умножить на n плюс один пополам. А вот теперь вопрос. Если после каждого перелета чиж будет докладывать. Вы представляете, как это, да? Каждый чиж просто пропоет. Я чиж номер такой-то докладываю. Сижу на дереве номер такой-то. И все эти сорок четыре донесения, то есть про их достижения, сойдутся в один центр и там скажут. Ух ты, сумма номеров деревьев. Нечетно. Вот интересный вопрос. Нечетно это нам вначале нечетно. Вот представьте себе, если вот этот чиж полетел сюда, а этот сюда. Что произошло с суммой номеров деревьев? Она не изменится. Она не изменится. Потому что этот с первого дерева перелетел на второе. Раньше он чирикул. Или что там чижи делают? Чижикуют. Вот. Сообщал. Чижикуют. Чижикуют, да. Значит, сообщал про то, что он на первом дереве, теперь будет на втором. А этот сообщал, что сидел на четвертом, теперь будет на третьем. Таким образом, у нас вот такая вот штука не меняет сумму номеров деревьев. И если наоборот, они полетят, скажем, этот с четвертого на третье, а этот, я не знаю, там, с десятого на одиннадцатый, тоже не будет меняться. В каком случае сумма номеров деревьев будет меняться? Когда с четвертого, и одна нечетная. Нет, 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 нет. Да, важно, что когда пересекается вот эта вот замечательная граница, граница, отделяющая большие числа от маленьких. Представьте себе, сорок четвертый летит на первое дерево, а при этом шестой летит на пятое. Давайте посмотрим, какая была сумма. было сорок четыре плюс шесть. Какая стала сумма? Там, где сорок четыре, стало один, здесь стало пять. Совершенно верно. Господа, смотрите, пожалуйста. Здесь сумма была пятьдесят, стало шесть. Она изменилась на сорок четыре. На самое большое число. И это не случайно. Дело в том, что вы мысленно должны представлять себе, что это сорок пять. Вот эта вот идея, то, что можно веревочку оббить вокруг окружности, очень часто используется в математике. То есть смысл такой, если идешь один, два, три, четыре, пять, сорок два, сорок три, сорок четыре, то логично продолжить дальше сорок пять. И уж если у нас здесь написано один, то это означает, что нужно все смотреть по моду сорок четыре. То есть смотреть остатки отделения на сорок четыре. Мораль, сумма номеров деревьев может меняться на сорок четыре. Если вот так летишь, то она на сорок четыре уменьшается. Если так полетишь, то она на сорок четыре увеличится. Но в любом случае меняется она на сорок четыре. Ну а дальше все просто. Можно ли, взяв число сорок пять умножить на двадцать два? И несколько раз прибавив или отняв число сорок четыре, можно ли получить из этого, что все окажутся на одном и том же дереве? На одном и том же дереве, это значит, что, ну, на дереве номер К, это значит, что сумма номеров будет равна сорока четырем К. Значит, итак, смотрите. В начале сумма номеров была сорок пять умножить на двадцать два. икс раз, ну там, с учетом того, когда увеличивается, когда уменьшается, произошли изменения. В конце они все должны оказаться на некотором катом дереве, все сорок четыре чеша. И мы получаем вот такое равенство. Делим его на двадцать два и получаем неожиданную вещь. Сорок пять плюс два икс равняется двум К. Получили противоречие. Что-нибудь поняли? Надо было следить за суммой номеров дерева. Все.